Друзья мои, идем дальше. Вот орхидея Golden Beauty, которая осталась без корней вместе с мамкой, вместе с Фронтерой. Это ноябрь-декабрь месяц. Осталась она вот с высохшим цветоносом, видите, который служит в настоящее время чисто для крепежа, для того чтобы она держалась на вот этом вот горшочке. На тот момент, когда она осталась без корней, у нее был вот этот лист, вот этот крупный лист и только-только зарождающийся вот этот маленький. Все это время она точно также находилась в воде, над водой, листьями в воде. Пыталась ей помочь и эпином, и витаминами, и антаркой, и препаратом, господи дай бог памяти, корневин украинского производства, не помню как называется, ну типа корневина, по крайней мере составляющая корневина, ничего не помогало, абсолютно ничего. Вот так вот он стоял, листочек постепенно, как вы видите, он не падает, но он потихонечку сохнет, то есть орхидея этим вот листом питается. И наконец-то вот у нее вот тут вот было два для шейки, два обрубка, которые уже можно сказать полностью пропали, два обрубка воздушных корня и вот такие вот черные вот как бы закуклившиеся пиптики такие вот, как бы зарождающиеся корней. Вот эти вот черненькие точечки, бугорочки, они то набухали, то появлялась зеленая точка, то снова пропадала, ну ничего ей не помогало. В итоге, как я вам уже говорила, я начала доставать все свои орхидеи из воды, пересаживать их более привычный субстрат, то есть в кору и эта орхидея точно так же пошла. Точно так же эта орхидея подверглась поливу обрубков и я листья протирала ей препаратом рябов. Вон проклюнулся, вон видите, проклюнулся молодой кончик листочка. Вот как вы думаете, что было бы, если бы я обрезала ей этот лист, вот как советует вот та девочка другого канала. Ну вот интересно, чем бы моя орхидея питалась. Ну обрезала, а дальше что? Пусть кушает себе постепенно этот листочек. Еще раз повторюсь, что внешняя сторона это испарение, внутренняя сторона это поглощение влаги. Вот в настоящее время этот лист, как видите, он уже атрофированный, поэтому проводить подкормку по листу этой орхидеи бесполезно. Этот лист уже не в состоянии поглощать влагу. Поэтому я единственное, что делаю, так это, ну время от времени протираю его от пыли влажной салфеткой, увлажняю его и все. Вот он растит, молодой корешочек и растит очередной молодой листочек. Понятно, что эта орхидея была без корня и этот вот молодой листочек, который только зарождался, изначально вырос вот таким вот маленьким, насколько хватило сил. Ну и тем не менее, это уже, это уже достижение, это уже питание для этой орхидеи. Это, эта орхидея в настоящее время стоит, закреплена вот палочка, держит цветонос, то есть сухой, полностью сухой цветонос и держит эту орхидею. Для орхидеи при наращивании корней очень-очень важно, чтобы орхидея не шаталась в горшке, иначе молодые корешочки, которые будут появляться, они от движения будут закукливаться и прекращать свой рост. Поэтому орхидея должна стоять всегда неподвижно. Для этого мы ее как можно плотнее закрепляем на коре. Значит, она стоит на коре, в таком вот, типа как баночке кашпо, на дне всегда есть вода, всегда. На дне горшочка находится пенопласт и крупные куски коры. То есть, вот таким образом я создаю влагу снизу для того, чтобы молодые корни, когда будут расти, чтобы они опускались в кору и тянулись влаги. Иногда, раз в две недели, я просто достаю этот горшочек из своеобразного вот этого кашпо и по краю горшка проливом, один раз, просто проливом пролила и смочила кору. Вода стекла и снова поставила, ну вот так вот над водой. И так она и будет стоять. Никаких удобрений, никаких стимуляций, никаких витамин, ничего. Чистая вода, хорошее освещение, слава Богу, сейчас весна, этого достаточно. И приличная температура. Еще раз покажу вам, в настоящее время, 22 градуса и 56 влажность. Ну, 56 я вам объясняла, у меня сейчас горячий душ. Все купаются, в ванной комнате парует, я нахожусь на кухне, кухня рядом с ванной. Естественно, что влага распространяется везде. Когда вы устраиваете своим орхидем горячий душ, никогда не доставайте ее сразу из ванны и не ставьте на прохладный подоконник, или иначе будут проблемы. Вот они там покупались и там они будут стоять еще часа 2-3, пока они, будем говорить, так не остынут, не стечет с них вода. Я промокну им всем пазухи, проверю, чтобы нигде, ни в коем случае не осталось хоть капли воды и поставлю потом их на свое привычное место. Вот так вот растит свои корни. Вот этот еще один представитель моей реанимационной бригады. Тут на листочке осталось еще, не знаю, наверное, со старых времен что-то, или янтарка, или витамины, так вот вытереть, да и все. Вот, и чем меньше на них обращать внимание, чем меньше их трогать и таскать, и доставать, тем лучше. Орхидея не растит корни на раз, два, три, я вам уже говорила, это очень медленное растение, которое имеет свою цикличность развития, и которое очень любит покой, очень. Не таскайте, не заглядывайте, чем меньше вы их любите, тем быстрее они восстанавливаются. Спасибо всем за внимание. Продолжим свой рассказ о реанимашках в следующем видео. Вы же меня простите за такой формат, просто некоторые не выдерживают смотреть длинные видео, и они предпочитают вот так вот кусочками, выбирая именно то видео, которое полезно на момент их реабилитации.